а чё? опа! ты да чуть-чуть не порвал диван? ты да чуть-чуть Лютик, ты чё как неродной-то? ты чё как неродной-то? а? слёденький мой слёденький, такой холёденький такой котик по тебе же все соскучились Лютичка по тебе же все соскучились стесняется стесняется смотри в камеру зрители требуют Лютичка Лютичка носик мокренький курочки поел вкусненько было а потом пошел куда-то спрятался мы с Лизой его Лютик 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 уже Лиза в подъезд вышла думала выбежал может пока я шкаф тягала нету шкаф соседи выставили прямо на площадку я к ним под дверь его поставила а то они прямо вот к этому к лифту так они обратно ставят к нашей двери ну я уже это третий раз туда гоняю уже наверное килограммчик скинула и все и мы испугались думали Лютичка выскочил за мной он не откликается пока Лиза не загремела вкусняшками в чашке сразу вылетел как будто не ел неделю да? зайти морда наверное смешная да? что правда? Лютика что правда? ты что бороться со мной будешь? сейчас позвонили участковому по поводу наших соседей Антон Васильевич его зовут и он пообещал посодействовать я говорит приеду и беседу с ними проведу ну а управляющая компания тоже пусть подключается ну что это выставляют ненужные вещи мусор начнут скоро выбрасывать у нас такого не было на площадке чтобы кто-то вот так вот откровенно гадил это просто неслыханно ну вот он говорит я на больничном до понедельника в понедельник выйду и на неделе приду проведу с ними беседу Лютичка пока 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 вали отсюда вали отсюда поскорее приезжай в гости Лютик хорошо? все обои оборвал гаденыш приезжай в гости я бы его забрала в гости ну смотрите что он мне сделает с моей квартирой то же самое будет и у меня нет такого ковра это же его вообще ковер он точит когти свои девочки от меня лайфхак смотрите как я шапочку шерстяную свою сушу постирала ее и вот на полотенце сушитель вот так аккуратненько надела то есть она и высохнет быстро и форму не потеряет я это делала и в старой квартире и вот здесь только у меня здесь полотенце сушитель немножко поуже там он у меня прямо точно по размеру головы был но тут он поуже но ничего зато не растянет вот если кто еще не догадался до такого пожалуйста пользуйтесь прямо ровненько вся без заломов она высохнет разгладится девочки и мальчики всем привет я еду на маникюр вот такой у меня уже немножечко отросли ногти наверное миллиметра три уже так поеду менять цвет пока еду буду думать что я хочу но я точно хочу покороче опять у меня будут опять у меня не такие как лопатки и уже в этот раз будут не лопатки а такие овальные сделаю аккуратненькие мне кажется они более женственно смотрятся хотя эта форма мне тоже нравится пока они были покороче были удобнее ой как тепло но я шапку на всякий случай взяла я же не знаю куда меня занесет после мастера после салона куда меня занесет хорошо что шапка не фата как где я встречала это высказывание у настоящей женщины всегда должна быть фата и загран паспорт сумочки ну вот у меня просто теплая шапочка на случай прохладной погоды но пока тепло комфортно сейчас время начало двенадцатого я на двенадцать записана что-то мне рукава у этой куртки длинные стали надо наверное Ирину попросить чтобы она мне их укоротила сантиметра на четыре прям вот сильно длинные курточку эту так люблю но если завернуть то там получается такой подклад в горошке и она постоянно как-то вот падает выворачивается неаккуратно не получается завернуть надо просто отрезать сантиметра четыре так что сейчас хотела сказать сейчас вспомню я сегодня во всем черном только у меня сумочка такая гематитовая а вот что я хотела вам сказать еще спросила у своего мастера маникюра сможет ли она мне сделать осенний градиент фотографию посмотрите что я имела ввиду она сказала нет можно сделать но вряд ли будет аккуратно так сказала видимо еще не совсем профессионально делает тогда я обратилась к мастеру ларисы и фотографию ей отправила она мне тоже ответила что нет девчонки красноярцы может быть кто-нибудь знает мастера кто сможет сделать такой градиент посоветуйте это северный район где я раньше жила ну не совсем где я раньше жила просто район так называется северный тот же самый вот здесь на четвертом этаже уже продавалась квартира двухкомнатная я ее сначала хотела купить а потом прочитала что лифта нет в доме пятиэтажный вроде как он мне не нужен но сейчас не нужен а вдруг потом понадобится а мебель как заносить иногда лифт все таки нужен я вот на четвертом этаже живу и лифтом пользуюсь всегда причем ленюсь подниматься хотя надо бы у нас такие удобные ступеньки не крутые прям легко подниматься ну тут такие лоджии комната и зал вместе большие балкончики такие ну и маленькие есть это видимо из кухни вот такой кирпичный дом там подоконники должны быть широкими хотя может и нет вообще нравится мне район северный хотя здесь более шумно но вот если подальше от дороги как вот этот дом то вполне себе тихо не прохладно на солнце тепло главное а вот в тенечек села я рано пришла рано прикатило и очень даже здесь прохладненько даже уши мерзнут но у меня шапочка есть в сумке если что можно надеть когда уши отвалятся надену а я не знаю что это за трубы что вот это вот такое кто знает что там под землей гараж наверное да наверное гаражи подземные точно вон точно въезд ну здорово здорово и тихо туда машины заехали и гудят там а здесь в узле вуком тихо всем доброе утро я маму жду блины решила испечь уже творог сделала сейчас буду фаршировать с маслечком сливочным так вот умазываю можно конечно его растопить но не так удобно творожок сделала такой меленький сейчас вот этим творожком буду фаршировать я обычно в творог только изюм добавляю и сметану но сегодня еще меду плеснула чтобы уж совсем было вкусно дождь сегодня мне кажется он как ночью начался так и шпарит люди под зонтиками идут мама бы зонтик не забыла мне кажется так холодно еще и ветер а мне на почту надо сегодня сходить посылочку отправить в Мценск в Мценск и курьера жду тоже посылочку должен принести мне вот так и идет круговорот посылок в природе постукивает и дома так хорошо у меня до сих пор батареи отключены то есть отопление то включили а я их перекрыла потому что будет жарко если я их включу а на улице там холодно привет что там холодно ты что без зонта без зонта опять мама сумку неправильно носишь так удобнее доставать билетик сегодня мама говорит меня ругать нельзя сегодня день молодежи вот вот мои курточки да да ну видишь как хорошо не в твоей а в моей ну да теперь уже твоя теперь уже твоя хватит твоей байки да хорошо мама хорошо у нее такая дождь на улице шпарит а машины плывут а что вот тут к вам под горку ох ты нарядилась да ничего не нарядилась мы собирались на этот на остров Татышев ну какой остров Татышев что смеяться что то и делать вот я себе такое такое же выписала только платье я тогда вот ну тебе вот эту кофточку подарила а платье сейчас будет такое укороченное тоже будет красиво проходи да ну ладно в общем я ну проходи мама сумочку я подарила покрывало такое огромное покрывало подарила маминому другу и сказала мама только не говори что это от меня скажи что от тебя ну а мама сказала что от меня и вот мне за это медок отправили как вы думаете жизнь хороша так девочки посмотрите какую красоту мама сделала она помялась пока посмотрите ну ничего помялась это мама акриловые краски акриловые очень проглаженные и прогладила утюгом да как мне сказали боже мама как красиво прямо картина получилась ну все значит будем сумки закажу побольше и будешь рисовать это и как картина это еще и как сумочку можно использовать ты посмотри прям лес так наверное против света не видно ну-ка темно сегодня из-за дождя сегодня темно да мам вот сюда тогда садись потому что там против света будет ну-ка так смотрите два кармашка глубочайшие тут и не знаю хоть что войдет и кошелек и ну хотя лучше конечно не носить здесь кошелек ну на всякий случай телефон кинул сейчас уже телефоны не крадут ну прям мам картина зимняя картина вот я так и говорила что ты просто рисуй как ну продолжение не обращай внимание на картины на карманы отлично и снегиречки просто сама выдумала это ну хорошо мама да поэтому там сделала подпись ага вот это коробочка и две кисточки купила коробочка коробочка красок и и кисточка и две кисточки да ага ну тут немножко подпачкала да донышко может кисточкой может вот сколько вам будет стоить такая работа ты свой труд оценивай ну 600 рублей краски я не умею оценять не умею 600 рублей краски и дальше твой труд ну я думаю такая сумочка не может не понравиться прям эксклюзив это такой знаете да холст вот как картина рисует хлопковая сумка плотная плотная мне кажется она вечная все прошито идеально и на ней картина вот такая зимняя если кому-то что-то там надо осень или зиму но и единственное что попрошу просите природу никаких ни людей ни животных мама любит природу рисовать поэтому природу цветы да природу цветы какие цветы скажите сирень сирень маки ну вот мама мне очень нравится правда хорошо свете понравилось соседкам понравилось угу ну все сегодня покажем картина сумка сколько маму вот ты допустим коробку краски покупаешь 600 с чем-то ну 600 а на сколько ее хватит на одну сумку белой мне считай на одну сумку только хватило потому что белая очень уходит много где-то и разбавить красную чтобы получилось розовое или оранжевую темную чтобы получилось посветлее или темно-синюю там все уже знают чтобы была голубая нежная или что-то и белая у меня ушла летом потому что в баночках очень мало хотя стоит дорого очень мало вот поэтому у меня на сумку вот 600 рублей короче ушло 600 рублей затраты на краску а плюс кисточки еще плюс кисточки а кисточки сколько стоит ну нейлоновые я брала одну я взяла за 100 с чем-то не помню уже теперь вторую за 80 150 180 ну так 600 700 800 короче 600 краски кисточки если нейлоновые тут две штуки это еще 200 рублей да и сама сумочка ну вот две в общем девчонки затраты на материалы тысячи и работа мамы тысячи вот так вот две тысячи рублей такая сумочка плюс пересылка ну пересылка там недорого наверное сейчас сколько она хотя там тоже услуги подожрали рублей 300 наверное вот так от веса зависит да картина сумка будет стоить две триста от веса зависит но она не это не тяжелая ну вот так картины вот я видела вчера говорю такие невзрачные на таком же материале самые дешевые пять с лишним шесть самые дешевые ну а я продавала их совсем дешево ну да да я знаю что картины сейчас очень дорогие так и что я еще а мам ну вот одна женщина сказала что белую акриловую краску можно покупать в строительных магазинах ее дочь художница так делает берет краску баночку прямо и ей надолго хватает потому что да белая краска уходит моментально и тем более что их стоят то они цена есть упаковочка то хорошая коробка да там все а зачем она мне коробка когда в этих маленьких тюбиках по половиночке только в этой все вот на одну сумку у меня считай ну да почти все ушло белое вся ушла хотя тут белое и не видится сильно ну как видно что тут другие цвета разбавленные да да и небо такое получилось красивое только мы поели чаю попили и свет отключили а это что снег идет смотрите снег пробраться виджи точно снег с дождем вот и все такси вызвала я мама поехала на такси опять ей дала кучу всяких полезностей нужностей поехала повезла все девочки посиделочки закончились выходила сейчас на улицу ее провожала прям промозгло так холодно противно а дома хорошо снег точно снег идет тает правда тут же но пробрасывает что не что не не Продолжение следует...